Давайте начинать. Этот доклад не о том, как плохо Enterprise, и я никак не буду агитировать, переписывать ваш Enterprise на Vertex. Это доклад о том, этот доклад рассматривает фундамент, который вам позволит рассматривать Vertex как альтернативу для вашего следующего проекта. Итак, начнем. Здравствуйте, меня зовут Александр Деркач, я работаю в компании CyberVision. До этого я писал на C++ и занимался спортивным программированием. Сейчас мне это надоело, и я решил заняться хакатонами. Также я люблю решать нестандартные задачи. Так получилось, что последние мои проекты связаны с event-драйвинг-архитектурой. Я считаю, что у меня собрался некий опыт в этом, и я хочу с ним вами поделиться. Мы поговорим о мотивации использования Vertex, блоках, которые используются для создания приложений, попишем код, ну и поговорим о вещах, о которых все умалкивают. Прежде чем начать, я хотел бы спросить, кто из вас знает, что такое паттерн-реактор? Не так много. А что такое реактивный манифест? А кто-нибудь писал что-то на Vertex? Надеюсь, после доклада количество рук уже будет больше. Вспомните себя, когда вы только начинали программировать. Все программисты читали книжки. И в каждой такой книжке была куча задач с тривиальным характером. Животное наследует объект, релиз хранит рецей. И когда вы дочитывали такую книжку до конца, там были такие же примеры, но теперь они решались при помощи нетривиальных задач. Давайте решим одну из таких задач. Давайте напишем веб-серийс для приготовления пасты. Такой вот рецепт я нашел на первой странице результата поиска. Все, что вам нужно выделить из него, так это приспособления, при помощи которых будет происходить приготовление. Определим пользователей нашего веб-сервиса, приспособления, но, соответственно, сервер. Так как вы программист начинающий, вам важно, чтобы ваше приложение работало, и не важно как. Поэтому вы сделаете примитивную реализацию. Вы сделаете один поток. Он будет принимать запрос и обрабатывать его. В чем здесь проблема? Кто-то знает? Правильно. Если к вам будет приходить много реквестов, все они не смогут быть обработаны параллельно, а каждый новый будет обработан только после следующего. Очевидным решением этой проблемы является выделение каждому запросу отдельного потока. Отлично. Все работает. Но что, если к нам придет 5000 клиентов? Это значит, что нам нужно 5000 потоков, но у нас нет процессора с 5000 ядер. Соответственно, большое количество потоков будет находиться в состоянии блокирования, занимать место памяти и использовать системные ресурсы. Кроме того, будет происходить огромное количество переключений контекста и синхронизации, которые напрямую зависят от количества потоков. Очевидным решением этой проблемы является ограничение максимального количества потоков. А еще лучше давайте введем пул потоков. Зачем тратить ресурсы на то, чтобы управлять потоками, если мы можем использовать эти ресурсы для решения наших задач? Все хорошо. Такая система работает годами, потому что интернет-то особо не менялся. Сейчас же пользователям мало простой квест-респонд модели. Пользователи хотят получать последние данные, не нажимая по 100 раз кнопку «обновить». Для реализации таких вещей нужны нестандартные решения, которые создадут постоянное подключение между серверами клиентов, где сервер мог бы постоянно отдавать данные клиенту. К примеру, это можно реализовать через веб-сокеты. Давайте изменим протокол нашего веб-сервиса. Это создаст нам ряд проблем. Если мы каждому соединению будем выделять поток из пула, то у нас будет столько максимального соединения, сколько пула в потоке. Если же мы не будем ограничивать максимальное количество потоков, то у нас будет уходить большое время на синхронизацию и переключение контекста. Эта проблема не новая, и она называется C10K – Concurrently Handling to Thousand Connections. Именно connections, а не requests. Эта проблема описывает невозможность серверам масштабироваться на более чем 10 тысяч соединений в связи с неграмотной утилизацией ресурсов. Происхождением этой проблемы является последовательное блокирующее программирование. Соответственно, решением этой проблемы является устранение такого программирования. Одним из решений этой проблемы является паттерн-реактор. Этот паттерн был представлен как архитектурное решение для реализации event-driven систем. Вся его суть заключается в четырех вещах. У вас есть хендл, который идентифицирует ресурс и события, которые произошли с ним. Для каждой такой пары у вас есть event-хендлер. У вас есть demultiplexer, либо selector. Его задача – собирать информацию о ресурсах и неких событиях, которые произошли с ними. Все это объединяется в диспатчере, либо реакторе, который, получая список ресурсов и событий, которые произошли, в зависимости от этих пар, вызывает обработчиков. Я не сказал ни слова о многопоточности, потому что ее здесь нет. Вся обработка делается в один поток. Соответственно, мы больше не волнуемся о переключении контекстных и синхронизациях. Поэтому мы эффективно утилизируем наши ресурсы. Соответственно, КПД на том же железе у нас увеличивается. И этот паттерн приближает нас к решению проблемы 10 тысяч конкурентных соединений. У этого подхода есть и ряд минусов. Так как наша обработка запроса разбита на маленькие кусочки, вам придется дебажить эти маленькие кусочки. Но весь процесс дебажить будет почти нереально. Единственный выход для этой ситуации – это грамотное логирование. Этот паттерн давно смог прижить себя в продакшене. Он используется в таких серверах, как NGINX, JETI и NETI. Давайте лучше рассмотрим на нашем веб-сервисе, как это нам поможет. Мы добавили некий поток акцептор. У нас есть клиенты, которые имеют постоянное подключение. Акцептор реагирует на сообщения, которые приходят из этих постоянных подключений. В зависимости от сообщения обработка делегируется к хендлеру. Но что произойдет, если наш веб-сервис окажется снова же под большой нагрузкой? Пользователи ожидают миллисекундного отклика и стопроцентного аптайма. Реализация такой системы – достаточно непростая задача. Давайте лучше составим нефункциональные требования. Наша система будет использовать долгоживущее соединение. Она должна быть отзывчивой. Она будет обрабатывать сообщения, которые будут приходить от большого количества клиентов. Нам лучше использовать неблокирующие операции для того, чтобы не просиживаться в операционной системе. В этом деле нам может помочь паттерн-реактор, а может и не поможет. Архитектура системы эволюционировала в соответствии с новыми требованиями. И системы, которые основаны на этой архитектуре, стали называться реактивными. Реактивная система определяет реактивный манифест. А именно, система называется реактивной, если она обладает четырьмя свойствами. Целью системы является отзывчивость. Это значит, что у нас есть гарантированное время отклика, которое не зависит ни от нагрузки, ни от сбоя в системе. Вся система основана на асинхронной, неблокирующей передаче сообщений. Это позволяет прочертить границы между компонентами, изолировать их от друга и достичь слабой связанности. Наше приложение должно оставаться отзывчивым даже в момент сбоя. Сбои должны локализироваться внутри компонента, чтобы компонент мог быть восстановлен отдельно, не задев всю систему в целом. Наше приложение должно быть эластичным. Оно должно уменьшать и увеличивать свои ресурсы. Дизайн приложения должен быть построен так, чтобы не допускать центральных батлнеков и распределять входящую нагрузку. Асинхронная передача сообщений является основой масштабируемости и создает примитивы для решения задачи отказоустойчивости. Масштабируемость и отказоустойчивость взаимосвязаны. Это все дает нам отзывчивость. Именно для построения таких систем используется Vertex. Vertex берет за основу паттерн-реактор и позволяет вам создавать реактивное приложение на GVM. Это его лучшее применение. На самом деле он универсален. Он дает вам кучу блоков и кирпичиков для того, чтобы создавать ваше приложение, как вы хотите. Это его и плюс, и минус, потому что без определенного опыта вы можете заехать не на ту дорогу и не понять этого. Девиз Vertex — это simple but not simplistic. В нем заложена идея о том, что API должно быть простым и лаконичным, но в то же время давать возможность решать сложные задачи. Все API Vertex синхронное. Об этом мы еще поговорим. Основная джарка Vertex занимается всего 650 килобайт. Это значит, что вы его можете запускать хоть на холодильнике, хоть на Тесле. Vertex выполняется на GVM. Это значит, что вы можете писать код на нем не только на Java, но и на JavaScript, TypeScript, Scalier, Kotlin, Python, JRuby и так далее. Все эти языки вы можете смешивать внутри одного и того же приложения. Для какой-то определенной задачи вы можете выбрать язык, который лучше всего будет решать эту задачу. Про concurrency модель мы тоже поговорим, потому что она тоже очень специфичная. Паттерн-реактор ориентирован на один поток. Соответственно, когда-нибудь у вас будет стопроцентная утилизация одного ядра, остальные ядра будут простаивать. Для этого Vertex модифицировал паттерн-реактор и назвал это мультиреактор. Об этом мы тоже еще поговорим. Так как этот фреймворк позволяет создавать реактивное приложение, в нем заложена простая возможность масштабируемости и решения задачи отказоустойчивости. Vertex не любит изобретать велосипеды, поэтому у него, конечно же, есть зависимости. Vertex использует Netty, потому что у нее есть хороший API для создания реактора и огромный API для сетевого взаимодействия. Vertex зависит от 8-й Java. Реактивные приложения основаны на передаче сообщений. Для того, чтобы связывать разные компоненты и передавать между ними сообщениями, сообщения нужна каноническая модель данных. Vertex рекомендует использовать JSON, потому что его легко парсить, обрабатывать и так далее. У Java пока что нету поддержки JSON, поэтому в зависимости их используется Jackson. Для решения задачи масштабируемости и отказоустойчивости используется HazelCast по дефолту. Возможно и другие решения. Чтобы понять, как вообще устроен Vertex, нужно изучить всего 4 термина. Это Vertex Instance, Vertical, EventBus и Handler. Vertex Instance. Каждый Vertex Instance выполняется в одной JVM. Вы не сделаете ничего без Vertex Instance. В свою очередь, Vertex Instance предоставляет вам API и примитивы для создания всего. Клиентов, серверов, крон-джоп, таймеров, еще других вещей. Этот Vertex Instance является контейнером для Vertical и управляет их жизненным циклом. Чтобы создать Vertex Instance, вам нужно вызвать публичный метод Vertex. У интерфейса Vertex. Получится Vertex-Vertex, Vertex-Vertex. Vertical. Vertical – это кусок кода, который деплоится в Vertex Instance и использует ее API для решения какой-то задачи. Этот кусок кода вы можете написать в любом из поддерживаемых языков, которые я перечислил ранее. Когда вы деплоите несколько Vertical в один Vertex Instance, существует вероятность, что Vertical будет редактировать статические данные, которые используются другим Vertical. Для этого каждому Vertical дается свой класс loader. Соответственно, наши Vertical теперь изолированы. Так как они изолированы, а им нужен механизм коммуникации, для этого используется EventBus. Чтобы создать Vertical, вам нужно отнаследоваться от класса AbstractVertical. AbstractVertical содержит два метода – старт и стоп. Старт вызывается при деплое Vertical, стоп – при завершении и выполнении Vertical. Далее созданный класс нужно просто задеплоить. Так как Vertical изолированы друг от друга, я уже сказал, для коммуникации они используют EventBus. EventBus у Vertex очень примитивный. Все, что он может, это пересылать одно сообщение одному или нескольким подписчикам. Также он может отправлять сообщение в надежде на ответ. Я не сказал ни слова о персистанции. Здесь нет гарантии доставки. Это одна из основных проблем Vertex, которая была очень долго. Сейчас ее уже решили, я в конце доклада расскажу как. Доступ к EventBus дается через Vertex instance. Vertex все основано на асинхронном выполнении через колбеки. Для этого используется функциональный интерфейс Handler с единственным методом Handle, который будет вызываться, когда будет происходить некое событие. Давайте лучше рассмотрим на примере. Наша задача – считать строки из файла и вывести их количество. Для этого используется метод Redlines. Первым аргументом он передает путь к файлу, а вторым – сам колбек. Этот колбек будет принимать AR – Asynchronous Result, который содержит информацию о результате. Если результат успешен, то этот результат будет хранить все строки из файла. Если же результат плохой, то причина ошибки. Как выглядит реализация? Мы читаем строки из файла, далее вызываем Handler. Если операция удалась, мы вызываем Handler, который хранит все строки из файла. Если же произошла ошибка, мы вызываем Handler с причиной ошибки. Важно, чтобы этот код выполнялся не сразу, иначе поток, который вызовет этот код, будет заблокирован. И это называется синхронный колбек. В данном случае это асинхронный колбек. Здесь важно не наложить скоуп, иначе ваш код станет сложно поддерживать и будет невозможно тестировать. В общем, картина выглядит так. У вас есть сервер, на нем запущены Vertex Instances. Vertex Instances выполняет код, который прописан в Vertical и использует API Vertex Instances. Vertical изолированы друг от друга, а для коммуникации они используют EventBus. Давайте маленькая демо. Давайте создадим какую-то Vertical, например, под именем Vertical. А, не видно ли сейчас? Сейчас. Чтобы создать Vertical, нужно отнаследоваться от класса Abstract Vertical. Отнаследовались. Далее нужно переопределить метод Start. Давайте решим примитивную задачу. Нам нужно отдавать статические ресурсы, которые находятся в папке resources, например, index.html. Ну и, соответственно, создать сервер, который будет это все делать. Чтобы отдавать статические файлы, нам нужен хендлер, который будет этим заниматься. У Vertex уже есть для этого реализация. Для этого создается статический хендлер. Чтобы показать, что это хендлер, я вас не обманываю, я сделаю миграцию типов. Получится так. Чтобы переправлять запросы по определенному урлу определенному хендлеру, нужно создать роутер. Он выполняет такую же роль, как и фронт-контроллер, либо диспатчер-сервлет в спринге и так далее. Далее роутер и статик-хендлер нужно связать. Теперь осталось создать веб-сервер. Для этого используется Vertex Instance. Это нужно упростить. По-моему, ошибок здесь нет. Теперь осталось создать саму Vertex Instance, который будет использоваться для того, чтобы деплоить Vertex. Создадим main function. Vertex, Vertex. И дальше сделаем deploy. По-моему, должно работать. Да, работает, выводит welcome. Еще какое-то сообщение. Потому что у меня в индексе был подключен еще какой-то JS. Что делает этот JS? Этот JS пытается создать веб-сокет подключения к нашему серверу. Так как у нас не подключена поддержка веб-сокет, соответственно, connection не удается создать. Когда открывается connection, выводится сообщение open connection. Далее, каждую секунду пытается, наш клиент пытается отправить какую-то информацию на наш веб-сервер. Когда от сервера приходит ответ, это выводится прямо на нашу страницу. Ну и при закрытии выводится сообщение, которое мы только что увидели. Давайте добавим поддержку веб-сокетов. Этот метод будет вызываться, когда будет создаваться новое подключение от клиента через веб-сокет протокол. Давайте, когда это будет происходить, говорить клиенту, с какого потока мы обрабатываем его запрос. Он нам говорит, что он обрабатывает запрос в каком-то потоке и в инфоб среду детей. Кто-нибудь знает, что это за поток? Чтобы объяснить это, нужно понять, как работает конкуренция у вертекса. Вообще конкуренция и параллелизм — это очень сложные задачи. Они имеют различные применения. Кому-то нужно эффективно обрабатывать ищите без запроса. Кому-то нужно написать кронжопы. Задачи бывают разные, соответственно, бывают различные решения. Вертекс в этом деле. У вертекса каждая задача, которая выполняется в вертикл, может быть заточена под определенной конкуренцией модель. Эта конкуренция называется контекстом выполнения вертикл. И она определяет скоп и порядок, которым будут выполнены хендлеры. У вертекса есть три таких решения. Давайте поговорим о каждом из них. Первый — это event loop контекст. Он является дефолтным. Он основан на паттерне реактора, а за реализацию он берет реактор из нети. Хендлеры в этом потоке будут выполнены по порядку, так как поток один. И это значит, что нам не нужно думать о синхронизации. У нас нет параллелизма. Так как поток один, здесь бывают некие проблемы. Например, какой-то хендлер решил вызвать селект через GDBC драйвер. Event loop зависнет. Соответственно, зависнет и ваше приложение. Вывод. Не нужно вызывать блокирующие операции из event loop, особенно занимать монитор, либо слип, либо вызывать вейты. Для этого подходит worker контекст. Worker контекст использует отдельный поток для того, чтобы выполнять блокирующие операции. В этом контексте хендлеры также будут выполнены по порядку. Но теперь ваши блокирующие операции, которые будут относительно меньше неблокирующих, смогут работать параллельно с неблокирующими в event loop контексте. Этот контекст реализован через использование отдельного потока из общедоступного средпула, который хранится у vertex instance. Когда в ordered executor приходит некая задача, она добавляется в очередь. Далее, ordered executor смотрит, есть ли в общедоступном thread executor задача, которая уже обрабатывает эти задачи из ordered executor. Если ее нет, то она там создается. Если есть, то ничего не делает. Соответственно, мы максимум будем использовать один поток для этого контекста. Существует еще multi-streaded worker контекст. В этом контексте задачи напрямую попадают в общедоступный thread pool. Это значит, что ваши хендлеры смогут работать параллельно. Если вы часто будете использовать этот контекст, то непонятно, зачем он вообще vertex. Vertex хочет отвести вас от этой модели. К чему он хочет вас привести? Так это к использованию event loop контекста по дефолту. Чтобы не думать ни о синхронизациях, ни о переключениях контекста. Но не все задачи можно сделать неблокирующими. К примеру, тоже select через dbc-driver. Для этого не остается другого выхода, кроме как использовать worker контексты. Такие задачи блокирующие являются точечными. То есть занимают маленький процент в обработке. Выделять отдельный вертикл для выполнения такой задачи – это через чур. Поэтому у vertex instance есть метод execute blocking, который первым аргументом будет принимать код, который является блокирующим. Вторым – это флажок, который определяет, нужно ли, чтобы этот код выполнялся последовательно относительно других задач блокирующих, которые уже есть. Ну и третий – это аргумент, который вызовется после того, как выполнится весь блокирующий код. Давайте демо. Нужно показать, как будет вести себя система, когда у нас будет много событий. Так как с нашего JS-ника каждую секунду отправляется некое сообщение, мы можем просто его обрабатывать. Это покажет, как работает наша система под большим количеством запросов. Давайте на каждый такой запрос тоже говорить, какой поток будет отвечать за обработку этого запроса. Это делается вот так. Теперь осталось перезапустить сервер. Мы работаем в одном и том же потоке, потому что у нас одна и та же вертикл, которая работает в одном и том же event loop контексте. Давайте увеличим количество вертикл. Что может пойти не так, если я увеличу количество вертикл? Кто знает. К примеру, мы тут пытаемся слушать порт. Если мы запустим, попытаемся соединиться на один порт, вылезет ли какой-то exception? Давайте посмотрим. Для того, чтобы запустить два инстанса одного и того же вертикла, нужно указать deployment options. Вот так. Теперь запустим наш вертикл. Обновим страницу. По-моему, все работает. Так как у нас вертикл 2, то запросы распределились между двумя вертикл. Первый отошел первому, второй второму. И никакого exception нету, когда мы создавали этот веб-сервер. Почему? Потому что когда мы создаем веб-сервер, мы используем vertex instance. Так как vertex instance предоставляет единый API для своих вертикл, он в курсе, что они будут создавать один и тот же сервер. Поэтому один и тот же сервер, он вернет всем этим вертикл. Но когда эти вертикл будут регистрировать хендлеры к нему, он просто их добавит к уже существующему серверу. Давайте изменим контекст из event-клуб-контекста на worker-контекст. Теперь у нас не реактор, теперь мы работаем в worker-контексте. Когда приходит запрос, ему выделяется поток из общедоступного средпула. Так как этот заброс обрабатывается очень быстро, то задача, которая находится в средпуле, завершается. Соответственно, поток у нас каждый раз новый. Если у нас будет два клиента, то они будут использовать пополовине средпула. Эти deployment options задавать в живокоде как-то плохо. Существует возможность задавать их и по-другому. К примеру, мы можем запускать наш вертикл через консоль. Для этого есть утилита Vertex. Пишем run, ну и передаем туда файл, который Vertex сам же и скомпилирует. Также нужно указать classpath, по которому хранятся наши ресурсы. Все работает аналогично. Но что если мы хотим worker-контекст? Да еще и 10 инстанций, например. Теперь у нас есть 10 вертиклов, которые используют один и тот же worker-контекст для решения одной и той же задачи. Поехали дальше. Vertex выполняется на GVM, но писать на нем можно на других языках. Если мы хотим писать на других языках, то нам нужна поддержка этих языков. Нанимать большое количество индусов для этого не очень качественный вариант. Для этого Vertex использует генерацию кода из интерфейсов Java, который генерирует эквивалентные dependency с идиоматическим API на остальных языках. И все эти dependency помещаются всего в одной джарке. Если вы не хотите писать на Java, например, на Ruby, подключили джарку для Ruby и пишите себе на Ruby. Не нужно обучать Ruby-программиста Java, не нужно использовать Java API из Ruby. Экосистема Vertex большая. У Vertex одна из самых лучших документаций как для проекта, написанного на Java. У него около 80 модулей, которые поделены на 10 групп. Это не включает неофициальные модули, которые написаны community. Если включать их, количество модулей вырастет за сотню. Я могу рассказать, что находится в каждой группе или в каждой библиотеке, но я этого делать не буду. Все это вы можете прочитать по ссылке внизу, которая указывает на документацию Vertex. Что я вам расскажу, так это 10 вещей, которые вам стоит знать, если вы решили начинать проект на Vertex. Первое. Вебсокет — это хорошо. А что, если у клиента нет поддержки вебсокета? Для этого есть проект Sock.js. Sock.js пытается эмулировать соединение между клиентом и сервером. Эта эмуляция зависит от наличия поддержки вебсокета у клиента. Если такая поддержка есть, то, соответственно, будет использоваться вебсокета как реализация. Если такой поддержки нет, то будет использоваться обычный обмен HTTP-сообщений между клиентом и сервером. У Vertex есть поддержка этого. Соответственно, клиенту и программисту будет все равно, какая реализация. Будет создаваться впечатление, что между клиентом и сервером есть постоянное соединение. Эта библиотека имеет такой же API, как и WebSocket, если вы увидели. У Vertex очень просто мониторить состояние, потому что есть сбор метрик в таких компонентах, как NetClient или HTTP Client, NetServer или HTTP Server, DatagramSocket, EventBus, количество байтов, которые прошли через EventBus, количество респонсов с 200 кодом, количество респонсов в секунду. Все это они фиксируют. Мало того, вы можете создавать свои метрики и экспозить их в DropWizard или HalfColar, которые как раз заточены под обработку этих данных. У Vertex клиент для GDBC — это в раппер над самым простым GDBC API. Но вот клиент для MongoDB у Vertex реально асинхронный, потому что у MongoDB уже есть такой клиент. Vertex просто делает к нему поддержку, давая ему лаконичный API. Redis сам реализован как реактор. Но вот клиенты к нему чаще всего предоставляют блокирующие API. Это как-то глупо. Поэтому Vertex реализовал свой Redis клиент, который основан на NetClient. Свойство реактора в том, что у нас всего один поток, и мы можем узнать, в какой последовательности будут обрабатываться запросы. Соответственно, на один порт Redis мы можем писать данные в определенном порядке, а в ответ будем получать запросы в том же порядке. Соответственно, в этой схеме вообще никто не блокируется. Горячая замена кода — это лучшее средство для продуктивной разработки. В Vertex это делается очень просто. Когда вы создаете Vertex instance, вам нужно указать один флажок — Redeply. И в аргументы передать паттерн, за какими файлами нужно следить. Если хоть один из этих файлов изменится, то он автоматически перекомпилируется. И Vertex instance запустится заново. Далее. Что, если у вас уже есть инфраструктура? Но Vertex с какой-то задачей справляется лучше всего. Если у вас ACA, либо Spring Reactor, либо что-нибудь еще, что поддерживает инициативу реактивных стримов, то вы можете без проблем делегировать эту задачу Vertex. Потому что у него уже есть поддержка этого. Вам не нужно изобретать костыли. Наложить скоп может каждый. Большинство из нас так и делают. Одно из решений — это вместо коллбека и самого этого куска кода передавать ссылку на метод, который будет выступать в качестве коллбека. Другое решение — это представление нашей задачи в виде некой последовательности. Давайте вместо того, чтобы метод принимал хендлер, он будет возвращать observable. Этот observable будет иметь подписчиков, которые будут вызываться, когда метод посчитает результат. Одним из таких подписчиков сможет быть наш хендлер. Соответственно, мы сможем представить нашу задачу в виде некой последовательной модели с ограниченными скоупами. Это реализовано через библиотеку RX Java. У Vertex есть интеграция с этим. Я говорил в начале доклада, что у EventBus нет персистенса. Это так. Давайте вспомним чудесную книжку «Интегрэйшн паттерны». Какой паттерн нужен для того, чтобы связать два EventBus? Это паттерн-бридж. Когда вы создаете RabbitMQ Client или Redis Client у Vertex, вы можете в одну строчку связать адреса EventBus с реальным месседж-брокером. Все, что будет попадать в EventBus, автоматически будет попадать в месседж-брокер. Все, что будет появляться в месседж-брокере, автоматически будет попадать в EventBus. Соответственно, у вас теперь есть персистенса. Но это не все. Мало того, вы можете экспозить EventBus даже на фронтенде. Соответственно, писать с хрома в RabbitMQ. Это реализовано через свою же библиотеку Vertex EventBus, которая под капотом использует Sock.js. Но если у вас нет веб-сокета, вообще ничего нет, вы можете даже через обычные сокеты писать в этот EventBus. Для этого Vertex создал свой протокол. Он очень примитивный, и можете посмотреть о нем в документации. Реактивные приложения должны быть эластичными. Соответственно, должна быть возможность кластеризации. Вся кластеризация основана на концепции кластер-менеджера. Кластер-менеджер — это такой объект, который хранит информацию о всех Vertex-инстансах, которые находятся в кластере. Знает, у какого у Vertex-инстанса есть хендлер для определенного адреса на EventBus. Ну и дает возможность работать с определенными данными, распределенными данными своим Vertex-инстансом. Чем кластер-менеджер не занимается, так это передача сообщений. Для этого используется обычное сокет-соединение, которое под капотом использует NetClient, того же Vertex. Чтобы запустить Vertex-инстанс в режиме кластера, нужно указать всего один флажок — кластер. Vertex-инстанс попытается найти конфигурацию этого кластера на ClassPass. Если такой конфигурации нет, будет использоваться дефолтная конфигурация. Теперь наша картина выглядит так. Кластер-менеджер знает о Vertex-инстансах, которые находятся в кластере, и знает, у кого какие хендлеры. В свою очередь Vertex-инстанс знает, что он находится в кластере и предоставляет своим Vertical API для работы с распределенными данными. На данный момент это всего лишь мапа, счетчик и распределенный лог. Поговорили об эластичности, пора поговорить о отказоустойчивости. У Vertex есть режим High Availability для каждого Vertical. Что это значит? Если у вас пропадает пинг к Vertex-инстансу, все его Vertical, которые были помечены как High Available, автоматически редеплоятся на другом Vertical. Как выбирается другой Vertical? Нужно начать с того, что Vertical организовывает High Availability группы. Vertex-инстанс, который будет заниматься редеплоем. Vertex-инстансы, которые упали, случайным образом выбираются из той же High Availability группы. Рано или поздно у вас упадет 99% системы. Такое бывает. Пессимистичный прогноз. Чтобы предотвратить это, ваше приложение можно поставить на паузу до появления необходимых ресурсов. Для этого используется Quorum. Quorum индивидуально для каждого Vertex-инстанса определяет минимальное количество Vertex-инстансов в High Availability группе для того, чтобы Vertical, которые находятся в этом индивидуальном Vertex-инстансе, работали. Много слов на V. Давайте лучше на примере. У нас есть, например, три Vertex-инстанса. Один из них зависит от двух остальных. Эти два не зависят ни от чего. Соответственно, нам нужно запустить первый Vertex-инстанс с Quorum 3. Если хоть один из этих двух Vertex-инстансов упадет, первый Vertex-инстанс поставится на паузу и будет ожидать момента, когда появятся еще Vertex-инстансы в High Availability группе. Как бонус, если вы сильно хотите связать ваш проект с Vertex, у Vertex есть Gradle шаблон, Mavin архитчип, также есть Docker образ. Также есть возможность внешней конфигурации через JSON. Почему JSON? Это хороший вопрос, потому что JSON не очень хорош для конфигурации. Но Vertex держит политику легковесной библиотеки. А так как парсинг JSON уже есть в зависимостях, соответственно, используется JSON. Давайте напишем такое средненькое приложение. Нам нужно написать чат-клиент, который будет использовать EventBus на фронт-энде. Все сообщения, которые будут проходить по этому EventBus, должны сохраняться в какое-то хранилище. Когда какой-то клиент будет подконнекчиваться к нам, он должен видеть все сообщения, которые когда-либо проходили через систему. Давайте начнем с простого. Нам нужно обеспечить EventBus на фронт-энде. Для этого создадим WebVertical. Наследуемся от AppStrike Vertical. Переопределяем старт. Создаем тот же статик-хендер. Теперь нам нужно создать сок.js-хендер, потому что он предоставляет возможность нам работать с EventBus на фронт-энде. Так как сок.js использует EventBus, ему нужно в зависимости передать Vertex, потому что Vertex instance дает доступ к EventBus. Для создания моста между фронт-эндом и EventBus, который находится на сервере, вызываем этот Bridge. В нем передаются какие-то опшены. Эти опшены определяют security для нашего EventBus на фронт-энде. А именно они определяют, на какие адреса мы можем писать с фронт-энда и с каких адресов мы можем считывать на фронт-энде. Писать мы будем на адрес messages. Также мы будем писать на адрес batch requests. Когда к нам будет приходить пользователь, он будет отправлять на запрос. Слышишь, сервер, дай мне историю всех сообщений. В коде это выглядит так. Создаем EventBus, который имеет очень похожий API на тот, который был в WebSocket. Когда мы подключились к этому EventBus, каждую секунду мы будем отправлять по адресу batch request сообщение, которое говорит о том, с какого индекса нам нужно получить сообщение из нашего сториджа. Далее мы будем получать ответ нашего сервера. Если количество сообщений больше нуля, говорим, что мы получили какой-то кусок сообщений. Мы будем выводить все эти сообщения. Клоус аналогичный тому же, который был в WebSocket. SendMessage. SendMessage вызывается из HTML. У нас есть форма, логин и сообщение. Когда пользователь будет нажимать кнопку Send, мы будем вызывать этот код. А именно мы будем считывать значения из формы и отправлять их на EventBus. Вот так. Соответственно, здесь, так как мы с браузера пишем на два адреса, messages и batch requests, нам нужно разрешить доступ, писать на них. Теперь осталось создать сервер. А еще нужно было создать роутер. Так как у нас здесь написано, что мы подключаемся на url.vs, соответственно, все запросы, которые будут переходить на этот vs, нужно перенаправлять сок.js к хендлеру. Ну а все остальные запросы будут отдаваться статическому хендлеру. Теперь определим хендлер для нашего сервера. Ну и подключимся на порт. Окей, одна третья задача решена. Теперь нам нужно буферизировать сообщения и сохранять их каждые 2 секунды. Для этого создадим еще один вертекл. Назовем его messageConsumerVertile в стиле java.ee. Также наследуемся от abstractVertile. Переапределяем метод start. Теперь делаем подписку на EventBus. Сначала нужно достать EventBus. Теперь делаем консюмера с адресом messages. Телом этих сообщений будет JSON. Соответственно, нужно указать тип этого, тип тела сообщений. Нас не волнуют хедеры, которые будут поступать в сообщениях на EventBus. Соответственно, мы можем изменить поток этих сообщений только до bodystream. Можем привести это к observable, сделать это connected-observable. Connected-observable — это такой observable, который не начинает обработку до того, как не вызовется метод connect. Вызовем его где-то в конце, после того, как напишем логику. Когда к нам приходит сообщение, нам нужно асинхронно сгенерировать ID-шник к нему. Для этого мы будем использовать Redis. Потом, после того, как мы сгенерили этот ID-шник, нам нужно зафиксировать дату, когда это сообщение было отправлено. Далее это сообщение нужно забуферизировать. И каждые 2 секунды, если этот буфер, нужно сливать в базу. Так как нам нужно сгенерировать асинхронно ID-шник, для этого мы можем создать еще один обзор. А, еще нужно создать Redis-клиент, который мы вообще будем писать. Чтобы сгенерировать ID-шник, у Redis есть личная операция. А, вот так. В Redis будет храниться счетчик, который будет выступать генератором для наших ID-шников. Можем назвать его как хотим. Этот стрим нужно присвоить куда-то. Также создадим еще один стрим, который будет фиксировать дату, когда сообщение придет. Зафиксировали. Теперь нам нужно эти 2 стрима как-то слить. Для этого у Observable есть метод zip, который первым аргументом принимает стрим, вторым стрим, а третьим функцию, которая будет соединять 2 значения из этих 2 стримов. Ну и сама функция, которая будет принимать ID, Message, устанавливать Message ID. Далее эти сообщения нужно буферизировать. Мы там указали, что сообщения будут сливаться каждые 2 секунды. Если сообщения нету, то их сливать не надо, поэтому сделаем фильтр. Если этот фильтр прошел некий список, то так как этот список хранит JSON-обжекты, а Redis может записывать только стринги из данного клиента, то нам нужно этот список трансформировать. А именно, каждый JSON-объект, который есть в этом списке, нужно перевести в стрингу. Далее этот список готов для того, чтобы вставлять его в Redis. Вставили. Теперь нужно узнать о результате операции. Если все окей, эта операция вернет нам новое количество сообщений, которое хранится в заданной коллекции. Можем просто вывести это на экран. Если же произойдет некая ошибка, то выведем stacktrace. Вторую задачу мы решили. Теперь, когда клиент коннектится к нам, мы должны отдать ему все сообщения, которые когда-либо были. Для этого он отправляет каждую секунду запрос к нам с этой целью. Создадим еще одну вертикл. Так как все сообщения сохраняются в Redis, эта вертикл тоже должна иметь клиент для Redis. Когда будет приходить сообщение на этот адрес, нам нужно ему ответить batchem, который начинается с определенного индекса и идет до конца. Телом этих сообщений также будет JSON-object. Ну а здесь RxJava можно не использовать, можно вызвать обычный хендлер. Из этого месседжа нам нужно достать вот этот вот параметр from. Теперь мы знаем, с какого индекса нам стоит доставать под список, который хранится в Redis. Пробляем запрос в Redis. Сначала нужно достать размер всего списка, который есть в Redis. Далее достать под список. указать, с какого индекса, ну и по какой. Полученный результат нужно отправить клиенту. как бы все осталось запустить. Для этого можем использовать консоль. запустим в этом окне веб-вертикул в режиме кластера. В этом окне месседжка с умер в артикл тоже в режиме кластера. Ну и в этом последний в артикл. Здесь я сделал ошибку, я забыл указать класс пасс. как бы все, кластер из трех вертекс инсенсов поднят. Нужен проверять. А, и тут не убил. Вот пишет ошибку, что адрес уже занят. проверяем формочка есть. Пусть к нам пришел какой-то бой, и пишет всем хай. Подключились к редису, достали этот батч. Приходит к нам еще кто-то. И как только он загрузил страницу, к нему сразу отправляется история всех сообщений. А, это я писал до этого демку, я забыл обнулить счетчик в редисе. Сообщение я с вами почистил. Ну вот как бы на этом все. А, еще хай валабилити. Допустим, какой-то из вертекс инстансов умрет своей смертью. Не через ctrl-c, а именно через kill. Допустим, это batch vertical. Вот она умерла. Осталось всего два вертекс инстанса. Проверим опять наш веб-сервис. Ничего не работает. Для этого существует хай валабилити. Передеплоем нашу вертикл в режиме хай валабилити. Так как этот вертекс инстанс будет один, то, соответственно, группа у нас будет создать из одного вертекс инстанса. Если он умрет, то никто его не подымет. Для этого ему нужны друзья. Перезапустим еще какой-то вертекс инстанс в режиме хай валабилити. Есть три вертекс инстанса теперь. Два из них образуют группу хай валабилити размером два. Пусть теперь кто-то еще умрет. Прямо как в Играх Христовы. Странно. спорт улей. Странно. стремится. Один. Прямо как пламя хай валабилити. в Играх Христовы. Прямо как На самом деле я не знаю, чего. Не хочет заниматься редеплоем. Давайте, кому интересно, приходите после доклада, я вам объясню. Проверял полчаса назад, работало. Давайте подведем итог. Ну, как-то так, да. У нас есть хендлеры, которые выполняют некую логику. Все эти хендлеры добавляются в Vertical. Vertical — это код, который может быть написан на любом языке, который выполняется на JVM. Все эти хендлеры выполняются в event loop-контексте по дефолту. У нас есть vertex-инстансы, которые управляют жизненным циклом Vertical и имеют средпул для выполнения блокирующих задач, именно хендлера. Весь фреймворк позволяет создавать реактивные приложения, соответственно, в нем заложена возможность масштабируемости и решения задачи отказоустойчивости. Следующий релиз обещают через три недели. В этом релизе будет поддержка HTTP 2. Появится возможность шифровать event bus в кластеризированной среде. Также появится возможность создавать кластеры через докеры Kubernetes без ручного задания IP-шников. К примеру, там мультикаст не работает, и IP-шники на данный момент нужно задавать вручную. Также появится возможность применять integration паттерны. На данный момент только через Apache Camel, без никаких Spring integration и так далее. Также у Vertex есть хороший фундамент для создания микросервисов. Поэтому в следующем релизе будут добавлены библиотеки для их реализации. Из интересного почитать, это, конечно же, интервью с создателем Vertex, Тимом Фоксом. Там он говорит о мотивации создания Vertex, ну и почему все сделано так, как сделано. Это документация, в которой есть все. Это Google группа, в которой существует самого создания Vertex. Там вы можете задать вопрос и получить на него ответ буквально за несколько часов. Четвертая ссылка – это описание, как идет сама разработка, роудмэп и так далее. Ну и последняя ссылка – это ссылка на неофициальные модули. Vertex – проект молодой, и много людей восхищаются им. Поэтому каждый хочет котребьютить. Существует огромное количество неофициальных модулей и примеров. Они доступны по последней ссылке. Спасибо, что пришли и интересуясь здесь новыми технологиями. Буду рад ответить на ваши вопросы. Есть вопросы? Есть вопросы или ничего непонятного? А вот я не знаю, подходите, сейчас разберемся. Каждый Vertex instance имеет свой кластер менеджер. Проблема в том, что для реализации его используется хазл каст. Хазл каст – это in-memory data grid. Соответственно, каждой ноде из кластера может быть доступна информация. Информацию кластер менеджер хранит в этом хазл касте. Соответственно, она везде, на каждом Vertex instance будет одинаковая. Да. Кстати, бывает такое. Ну что, тогда давайте прощаться. Кому интересно, подходите, решим, что не работает. Спасибо. 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 Спасибо.